Ну тарам пошли что ли? Да мы тарам. Она сама задела. Разъехались, мы вопрос решили на месте. Понедельник – редкий солнечный день нынешнего насквозь дождливого лета. Казанцы штурмуют городские пляжи. Юдинский карьер штурмовали в буквальном смысле. Там уже не первый год, самовольно оградив въезд на пляж, как всегда собирали местный курортный сбор, не менее местные субъекты. Уверенные в своей правоте женщины, воспетые Некрасовым, коня останавливать даже и не подумали, поддав газку. По 100 рублей они со всех спрашивают. Как обычно, это ежегодно у нас происходит. Мы уже устали от этого вообще. Что за зеленая зона? Мы стали спрашивать, а кто вам разрешил собирать деньги? Покажите документы. Он говорит, мне все равно. Это зеленая зона, имею право и все. Уж сколько там выписывалось штрафов, сколько грозно сдвинув брови под фуражкой им грозили правосудием, но впились в это место люди с цепью на въезде мертвой хваткой. Очень печально то, что наш народ мирится, и отдает просто так свои деньги не кому-то там, экологам, еще что-то, на улучшение пляжа, а просто расстается, какие-то делают поборы, неадекватные люди. Я как понимаю, это все УПГ, казанская наша. Мы планировали здесь построить дом, полтора этажа, но мешаем самолетам летать. Оказывается, занимаем их площадь. Решила строить семья Галиулиных дом в поселке Сухая река, рядом с родителями. Три инстанции разрешения подписали, но отказ от авиазавода отправил их на второй круг, а в худшем случае на запасной аэродром. Ну как это так? Я оформил участок в свою собственность. И почему я не имею права на этом участке что-то построить? Жители заявляют, что завод занял оборонительную позицию лишь два года назад. Десятилетиями всем было известно, что под носом у него, по глиссаде на взлетно-посадочную полосу, построено не одна сотня жилых домов. Липовый скандал разгорелся в одном из казанских дворов. Нет, доказательства там налицо, а вернее на записи камер наблюдения. В центре конфликта деревца Липы, посаженная когда-то старшей по дому по совместительству местной активисткой. Вот эти три липки высадила я сама, лично, года четыре тому назад. В человеке на видео активистка признала одного из жителей этого дома. Тот свою причастность к вырубке не признает. Мы вчера в сад только приехали. Вы что говорите? То есть вы не срывали ничего? Нет, конечно. Он откуда будет сломать там липку? Там пьяные постоянно собираются. Пьяных никого не фотографировать. А фотографировать вот невинных пенсионеров. Очередное нападение собак на ребенка произошло на неделе. Бродячие животные прочно обосновались на детских площадках, жилых дворах и в садиках. Люди обращались за помощью к городским властям, но в результате лишь шрамы на теле и грусть от безразличия в душе. Я писала по этому поводу в мае, 9 мая в народный контроль. Перекладывала фотографии и написали как ответ, что проблема решена. Звание «Казанская Венеция» скоро закрепится за городом так же, как и спортивная столица. В пятницу затопило улицы, дворы. Один из поселков предстал и вовсе в венецианском стиле. Что творится? Вот оно, посмотрите. В горе наше... Местные жители не раз в этот день упоминали загадочных гондольеров. Были ли они, как положено, венецианским перевозчиками или кого другого? Стоя по колену в воде, имели люди в виду. Так и осталось неизвестным. Дмитрий Аверкиев, телеканал «Эфир». Вот я стою в воде.